Экс-верховный муфти страны Абсат-Архаджи Дирбисали вплотную приступил к своим новым обязанностям. Теперь он занимает должность директора Института Востоковедения имени Сулейменова. Вся наша история, культура, знания и наука – всё связано с исламской цивилизацией. Многие работы наших учёных утеряны в Каире, Дамаске, Тегеране и Индии. Теперь нужно всё это восстановить. Тем временем новое руководство Духовного управления мусульман Казахстана принесло официальное извинение родственникам девочки, пострадавшей от имама-педофила. Шокирующий поступок работника мечети они прокомментировали на сайте Центральной мечети Алматы. Религия ислам квалифицирует подобные действия, как тяжкое преступление против человека и учит быть благородным примером для людей, а не представлять опасность для их жизни, здоровья, достоинства и чести. Всё это является в исламе неприкосновенным и строго охраняется шариатом. Скандал разгорелся на прошлой неделе. В полицию обратилась жительница посёлка Кайнар-Булак Южно-Казахстанской области с заявлением о том, что 26-летний служитель местной мечети и засиловал её 12-летнюю дочь. Официально он не был назначен имамом, только временно, пока мы искали подходящего имама для этой мечети. Чтобы назначаться на эту должность, нужно пройти тщательные проверки и обследования. Например, что человек психически здоров. Как выяснилось, 26-летний мужчина был назначен на должность имама самими же жителями посёлка Кайнар-Булак. Его кандидатуру местные верующие посчитали самой подходящей посёлке. По отношению имамок возбудили уголовное дело. Сам священнослужитель свою вину признал и раскаялся.